Девушки отдыхают Я о Насте. Почему ее нет? Настю Хатун увели. Кто ее увел? Пришла служанка. Сказала, что вызовете Настю, и они ушли. Что? Смотри ни на шаг, от госпожи не отходи. Ну а теперь что, Симбюляга? Что ты у меня спрашиваешь? Это твои обязанности. Да. Я все сделаю. О, Аллах! Судья высшая на небе. Она сделает все. Посмотри, лучше нет ли кого. А мы куда ее спрячем? Надежно спрячем. К Перче Муаге отнесем, он сделает все, что положено. Иди. Как ты здесь оказалась? Кто ты и откуда? Меня великий создатель к вам послал. Судьба у меня такая. Ты так решила, потому что во сне видела меня? Нет, не только. Сколько горы морей прошла я, от скольких я опасностей и смертей спаслась. А сердце все время направляло меня и сюда к вам вело. Расскажи, я хочу знать все, что ты пережила. Что случилось, Исма? Боли опять начались, госпожа. Никак не может заснуть. Лекаршу почему не позвала? Он мучается уже столько. Я послала за ней, вот-вот должна прийти. Не вот-вот, а беги и ее приведи. Джихангир. Мальчик мой, птенчик мой. Мы всей семьей ехали на свадьбу в один далекий город. Мы туда плыли на корабле. Однажды разразился шторм, сильный, страшный такой. Корабль пошел ко дну. Люди кричали, тонули. А мне удалось за доску ухватиться. Я не знаю, когда все это кончилось. Очнулась, а вокруг нет никого. Я стала молиться Всевышнему. И Он меня услышал. Хызырыс нашел меня. Это Господь послал его. Я знаю, я уверена. И так ты оказалась здесь. Да нет. Меня не сразу взяли во дворец. Сначала и на порог не пустили. Отправили на невольничий рынок. Я же такая была грязная, уставшая. Меня купил один торговец. Как же тогда ты во дворец попала? Мы ехали к торговцу. Вдруг остановилась карета. Из нее вышел человек, что-то сказал торговцу. И купил всех нас. Это был Сюмбюляга. Это был Сюмбю? Да. И вот я сижу с вами. Это судьба, вы согласны? А иначе как это назвать? Ну, запомнил? Кирасага, нельзя. О, лак. Назад, скорей. Ты здесь, Афифэхатум. Что же теперь будет? Стража, стража, где вас носит? Все сюда! Ты что? Что ты делаешь? Рот свой открывать не вздумай. Ни слова. Стой молча. Что случилось? У тебя что, руки отсохли? Поможешь ты или нет? Сюмбюляга, вы что с ней сделали? Говори сейчас же. Афифэхатум, я клянусь, мы ни при чем здесь. Мы нашли ее вот такой и хотели отнести в лазарет. Она жива. Слава Аллаху, вовремя успели. О, глаза открыла. Настя, Настя! Что тут с тобой сделали? Кто? Ну, скажи мне, не бойся. Утром дайте еще ложечку. Хорошо. Госпожа. Можешь идти. Эсма. Осторожно. Госпожа. Ну что, у вас опять не получилось? Да, не узнали, госпожа. Афифэхатум всех на ноги подняла. Мы даже не успели вынести ее. Правда, она не выдала нас, хотя была напугана очень. Да, какую верность нам вдруг проявила. Зато мы хотя бы знаем, кто она. Вон отсюда. И сиди тихо, как мышь. Мы подоспели вовремя, госпожа. Иначе все это закончилось бы ужасно. Мы знаем, Афифэхатум. Это мы подсунули Настю Хюрем. Да что вы. Вы невинную девушку отправили на смерть? Мы готовы пожертвовать всем гаремом для защиты Фирузе. Госпожа. Махидевран права, Афифэхатум. Простите, госпожа. Но Настя ведь, как Фирузе, тоже из гарема повелителя. Мой долг быть защитой им обеим. Ну вот ты и защитила. Девушка жива. Но могла же умереть. Нет, я, извините, не хочу и не могу в таких играх участвовать. Никто не умрет. Просто Хюрем должна считать, что эта девушка делит ложи с падишахом. А знаешь, пересели ее на этаж фавориток. Пусть так думают все. Это вы хорошо придумали. Хюрем такого не простит. Повелитель уедет, и она эту бедную девушку уничтожит. Госпожа. Афифэхатум. Мы только оберегаем Фирузе от гаремных интриг. И вынуждены вести эту игру хотя бы до возвращения султана с войны. Ты все поняла? Афифэхатум. 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 Ферузи. Простите меня, Повелитель, я разбудила вас. Я каждое утро хотел бы вот так просыпаться. А мне бы хотелось одного. Ночью, подобно Луне, спать подле вас, а утром заново рождаться, как солнце. Где ты научилась так играть? Меня мама научила. Она, должно быть, знатного рода была. Тебя хорошо воспитали. Ты и стихи даже читала? Да нет. Папа был крестьянином, а мама в церкви часто играла. Ее Ханна, монахиня, научила, и они во время службы играли. Вот и я тоже научилась. А стихи мне просто, это очень любопытно. Госпожа. Джихангир нездоров, я слышала. Он не спал всю ночь. К счастью, уже к утру боль утихла немножко. Мой дорогой. Госпожа, простите, но навестите его позже. Не стоит будить его. Конечно. Да и у вас, к тому же, есть более важные дела. Например, защищать рабынь. Вот ты о чем. Ты уже, выходит, знаешь, новую фаворитку султана. В гареме не бывает тайн, госпожа. Настю не советую трогать. Если с ней что-то случится, ты ответишь мне за это. Настя пустышка, госпожа. Ну, тогда должно быть. И еще обиднее, что пустышку какую-то предпочли такой красавице. А не Геркалфа была вамчатой? Я знаю, повелитель был с этой женщиной только для того, чтобы меня наказать. Ты вот чем утешаешься. Но у нее платок фиолетовый. От него. Платок и только. Ребенка он ей ведь не сделал? Не спеши. Скоро будет и это. Переведите Ферузе на этаж фавориток и обеспечьте ее всем. Будьте покойны, повелитель. Ты лично отвечаешь за ее безопасность, Афифа Хатун. Особенно, пока я буду в отъезде. Я поняла, повелитель. Простите, еще вот что. Говори. Шекзаде Джихангир Хазрет Лири ночью плохо себя чувствовал. Госпожа. Ферузе. Ну как я? Вы очаровательны в любом наряде, моя госпожа. Мне не идет, по-моему. Да нет, очень красиво. Но если хотите, можно изменить кое-что и станет еще прекрасней. Хочу. Не сказали, когда я заснула? Ты сразу убежала. Почему? Я пошла в баню, госпожа. Вернулась, вы спите. Я вниз ушла, в нашу спальню. Ты больше не уходи. Будешь спать здесь, со мной. Со Фифа Хатун я договорюсь. Как вы пожелаете, госпожа. Ну как вам, госпожа? Очень красиво. Ты настоящая волшебница. Пойдем. Я хочу поздороваться с мамой. Ждите в условленном месте. Шаг задай. Ждите, я сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что, они из-за тебя подрались? Ну да. Я была поражена. Он так смело бросился на них. Елена, по-моему, он ради тебя только живет и дышит. Ты думаешь, Рита? Ну, конечно же. А иначе, чего бы он рисковал жизнью? Ну, с ним ясно, а ты что? Не пойму я. Как не пойму я? Правду я не знаю. Такого еще со мной не было. Думаю, когда о нем у меня сердце так биться начинает. Чуть из груди не выскакивает. Это что, любовь, да? Любовь, не сомневайся. Зачем ты пришел сюда? Тебя увидеть. Ты с ума сошел? Отец вот-вот вернется. Ничего, я посторожу. Постою на улице. Рита! Появится кто? Дам знать. Ты давно тут стоишь? То, что ты говорила, я слышал. Только не принимай на свой счет. Все это я говорила про другого. И кто счастливец? Хотел бы я быть на его месте. Неужели тот торговец? Да сгори он в аду. И не напоминай мне о той драке. Мне нельзя из-за тебя пойти никуда. Почему нельзя? Да мне отец запретил. Торговец ему все рассказал. Папа был в ярости. Ну, хочешь, я поговорю с ним? Даже не вздумай. Он ведь тебя убьет. Я прошу тебя, уходи. Уже ухожу. Вернее, уезжаю. Вот пришел проститься. Как? Куда? Еду воевать. Поход на восток. Думаю, меня долго не будет. Ах, не будет. Избавлюсь от тебя, наконец. Елена, отец идет. Уходи быстрее, беги. Жди меня. Я вернусь, слышишь? Я буду ждать. Иди же. Кирасага? Слушаю, госпожа. Что они понесли? Настя Хатун стала наложницей повелителя. Мы переводим ее на этаж фавориток. А это подарки повелителя и его новой избранницы. Настя, вот как? Она служанкой у меня была. Как это ей удалось? Да, мама очень расстроится. Кирасага. Надо же было как-то тебя защитить. Смотри, не проболтайся, а то все испортишь. Ферузер! Да, иду, госпожа. Почему мне не сообщила? Не хотела среди ночи отвлекать вас от дел. В последнее время вы же очень заняты. Я позвала лекаршу. Она утверждает, что ему сейчас могут помочь только лекарства. Дочка, Роза моя. А что с братиком случилось? Ночью начались боли, но ему уже лучше. Если ему станет хуже, немедленно сообщите мне. В любой час дня и ночи. Афиф Эхатун. Ферузе, почему она здесь, Мехримах? Она давно с Мехримах Султан Повелитель прислуживала ей. Но после вашего повеления перевести ее на этаж фавориток, мы освободили ее от этой работы. Однако, Мехримах Султан Повелитель очень любит Ферузе Хатун и почти все время проводит с ней. Ладно. Джихангир, сыночек, дай его. Иди. Он будет мочиться так всегда? Надеюсь, нет. Будем молиться за него. Госпожа, а что с ним? Простите, я подумала, может, я смогу помочь. Чем? Как помочь? Да она лечит руками. Вчера у меня болела голова. Она прикоснулась, и боль исчезла. Что, правда? Дайте вашего мальчика мне, госпожа. У него плотное на спинке что-то. С рождения. Мы лечим, лечим, но никакого результата. Простите. Там, откуда я родом, это считается не уплотнением, а знаком Господа. Шех Заде перед прибытием в этот мир у ангелов побывал. И крылья ангела от них получил. Как тебе удается это? Просто я читаю молитву, госпожа. Вручаю руки милосердию Господа. О, видно, ты любимая раба Всевышнего. Не лишай Шех Заде данного тебе чуда. Да, госпожа, конечно. Есть еще мазь. Она позволит Шех Заде спокойно спать ночью. Скажи, пусть принесут ее? Мне саму эту мазь надо приготовить. Самой? Ага. Эсма. Слушаю, госпожа. Тебя как зовут? Ферузе. Отведи Ферузе к главной лекарше. Скажи, я распорядилась дать ей все, что она попросит. Пусть приготовит срочно мазь. Ну, что случилось, Паша? Пришли вести от Ибрагима Паши, повелитель. Он сообщает, что вышел из Халибы и двинулся на Тибрис. Без армейских обозов. Что это он вдруг? Мы ведь решили. Наша цель – Багдад. Армия берет город и расквартировывается там на весь зимний период. Так и велась подготовка. Тахмаз, по сведениям лазутчиков, оставил Тибрис, государь. Видно, Ибрагим Паша смог воспользоваться этим. А где он сейчас? Если судить по его донесению и продвижению войск около ванна. От шекзаде Мустафы есть что-нибудь? Он должен быть уже в пути. Ждем со дня на день. Как явится, сразу же выступаем. Да, у нас все готово. Государь, в нашем маршруте изменения будут? Нет. Зайдем сначала в конью. Можешь идти. А я с Паша. Ибрагиму Паше ответь так. Тибрис ядны, не считая османским владением. Никакое иное решение вопроса меня не устроит. Комендант крепости Ван, Шах-Кулу. Ибрагим Паша, Хазрят Лири. Если позволите, я хотел бы вручить вам ключи от крепостей Ван и Овник. От имени великого властелина мира, доблестного султана Сулеймана Хана Хазрят Лири, я принимаю эти ключи. Зачем ты вызвал меня, мой шах? Саммерза. Твое место возле меня, ты брат мой. Но ты же меня послал защищать Багдад. Ибрагим Паша отказался почему-то от наступления на Багдад. Он направляется сейчас в Тибрис. Так что, нам всем пора объединиться против общего врага. И, наконец, отомстить за нашего отца, брат. Утопить Сулеймана в пролитой им крови. Ты опять строишь воздушные замки, брат. Однако ты забываешь, что твой противник властелин мира, и это приведет тебя к гибели. Как есть всего один мир, так есть в этом мире только один великий правитель. И это я. Светлейший шахин-шах Тахмаз. Дела очень плохи. Крепости Ван и Овник уже пали. Ибрагим Паша строит корабли, чтобы переправить армию через озеро Ван. Через несколько недель они могут войти и в Тибрис, Мыша. Тибрис – это моя душа. И я никому не позволю войти туда, если этого не захочу. Паша, волнения в армии усиливаются, это меня беспокоит. Разузнайте, кто там сеет смуту, и я лично накажу межников. Не советую, Паша. Это не исправит положение, а только усугубит его. Свой совет, Искендар Челеби. Дашь тогда, когда я тебя попрошу. На этом все, идите. Матракчи, зайди. Паша? Что с кораблями, Матракчи? В срок будут готовы? По мнению инженеров, вряд ли. Но есть там один командир корпуса, его зовут Синан. Трудится, как муравей. Не удивлюсь, если все закончит вовремя. Ясно. Хорошо. Паша, тут гонец прибыл. Так. Тахмаз здесь, он не ушел к Каспию. Возле Тибрида, в Маранде стоит лагерь. Махмуд, пей это, сообщил? Он вообще тут ни при чем. Похоже, кто-то написал то письмо от его имени. Искандер. Тибриз. Надо взять, взять во что бы то ни стало, Матракчи. Ты понял? А этот глупец угодит в яму, которую сам вырыл. Ужаха Тахмазпа достанет духа, надеюсь, открыто сразится со мной. Матушка. Мастафа. Любимый сынок. Ты здоров. Как поживаешь? Хорошо. Все прекрасно. Госпожа. С приездом, Шех Заде. Как мы давно не виделись. Очень давно. Как ваши дети, госпожа. Паша так давно уехал. Они, должно быть, грустят. Повелитель ждет тебя. Шех Заде? Что это с ней? Ничего. Опечалена разлукой. Иди, повелитель заждался тебя. Госпожа. Рустамага. Мне сказали, что у тебя есть что-то срочное. Без повода. Я бы вас не побеспокоил. Ибрагим Паша создал то государство, о котором говорил, и взошел на престол. Завтра мы отправляемся в поход. Перед отъездом я хотел сделать вам подарок. Мне подарок? Простите мою дерзость. Но, думаю, вы останетесь им довольны. Ну, ты заинтриговал меня. Не покажешь мне этот подарок? Мне не терпится показать его вам. Повелитель. Мустафа. Мой храбрый шахзаде. Моя гордость. Молюсь за ваше здоровье, повелитель. У вас все в порядке, иншаллах? С тобой мне стало намного лучше. Благополучно доехал. Спокойно. Ради безопасности нам позволяли передвигаться только днем. Это был мой приказ, сын. Ты ведь знаешь, мы ведем войну, и враг не дремлет. Государь, вы назначили меня регентом. Для меня это очень почетно. Благодарю. Только... Ты бы предпочел присоединиться к войскам в походе. Простите, я не хотел оспаривать ваше решение. Я в этом не сомневаюсь, Мустафе. Однако поход может продлиться довольно долгое время. Столица без меня останется без защиты, и нужен кто-то, кто сможет меня заменить. Румелия также нуждается в твоей защите, сын. Кому еще, кроме тебя, я могу доверить такую важную обязанность? Повелитель. Шейзаде. Мехмед. Брат мой. Ты вырос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова